Друзья, интереснейшая находка по войне не так давно была найдена в Японии. Около 1400 единиц огнестрельного оружия и 1200 мечей. Предположительно, времен Второй мировой войны были обнаружены в начальной школе на западе Токио. Гранаты, пули и пушечные ядры были также найдены в одном-двух метрах под землей. Старый школьный корпус готовили под снос. На его месте собирались возвести новое здание Министерства образования. Когда инженеры с помощью специального оборудования стали обследовать фундамент старой школы, оказалось, что под ним на глубине примерно 2 метра хранится большой объем железа. Сотрудничая с полицией и силами самообороны, городские жители на окраине столицы убрали оружие с территории школы. Эксперты предполагают, что все эти предметы, возможно, были выброшены после окончания войны в 1945 году. В Японии до сих пор иногда находят неразорвавшиеся бомбы и оружие даже в жилых районах. Остается ждать решения японских властей о дальнейшей судьбе найденных артефактов. А сейчас, друзья, я вам расскажу полную версию находки и дальнейшей судьбы найденного в Украине нераскрытого сейфа. Итак, 20 августа 2017 года в котловане, вырытом во время прокладки теплотрассы, жители города обнаружили металлический предмет, похожий на старинный сейф. Очевидцы сообщили о находке в полицию. Уже утром на место обнаружения предмета прибыли археологи, которые, помимо прочего, нашли в котловане также фрагменты старинной керамики. Это могло быть подвальное помещение. Некогда на этом месте находился жилой дом. Сейф может здесь находиться с 19 века. Что внутри сейфа, мы даже не можем предполагать. Необходимо исследовать его. Рабочие, которые рыли котлован, между собой шутили относительно того, что обнаруженный предмет вообще не сейф. Это может быть вообще обычная буржуйка или просто какой-то ящик металлический. С чего вы вообще взяли, что это сейф? А к вечеру еще в газетах напишут, что здесь вообще немецкий танк. Смеется один из работников. Сотрудница музея сказала, что вообще такая находка действительно особая. На ее памяти это первый германский сейф, найденный в Виннице. Позже сейф привезли на задний двор Винницкого областного краеведческого музея. Находку везли грузовым автомобилем, ведь ее вес составляет 500 килограмм. Итак, старинный сейф наконец-то открыли. Вскрытие почти 500 килограммового сейфа проходило во дворе Винницкого областного краеведческого музея. Увидеть его содержимое собралась целая толпа людей. Менее 10 минут понадобилось, чтобы срезать проржавевшую заднюю стенку сейфа болгаркой. Старинные кодовые замки после долгих лет пребывания под землей не поддавались открытию. Сначала археологи предполагали, что сейф немецкого происхождения, но после его открытия на обратной стороне кодовых замков обнаружили надписи на польском языке, что и опровергло предыдущую версию. На дне сейфа также ученые обнаружили печати, судя по которым он совсем не германский, а польский начала 20 века. Отбросив прогнившую заднюю стенку, под ней обнаружили еще слой спрессованного влажного песка. После нескольких не сильных ударов топором по металлу в следующей стенке сейфа появились дыры и трещины. Но несмотря на надежды жителей города на золото, внутри сейфа оказались документы и часть из них была на русском языке. Присутствующие эксперты высказали предположение, что скорее всего техническую документацию спрятали в сейф и закопали коммунисты во время наступления нацистских войск. Последнюю стенку сейфа приподняли ломом и в конце концов смогли добраться до содержимого. Работники музея осторожно вытаскивали мокрые документы, страницы которых намертво слиплись между собой. Предварительная версия археологов и историков такова. Речь идет о технической документации определенного винницкого предприятия, завода или электростанции. На некоторых бумагах можно разглядеть, что эти документы 30-х годов прошлого века. Вопрос касательно их реставрации еще не решен, поскольку мнения по этому поводу разделились. Мол, такая техническая документация не имеет особенно исторической ценности. Позже в котловане, в котором нашли сейф, обнаружили еще больше фрагментов старинной керамики, а также звезду Давида. Да уж, очень жаль, что там не было золота и других драгоценных предметов, но я узнал, что обнаружение сейфа поставило весь город на уши, и многие жители потом отправились на самостоятельные поиски сокровищ. За успех!